привет с вас друзья добро пожаловать destiny 2 это рубрика на этой неделе и она посвящена экзотики абсолют плюс у нас ранги pvp слава доблецом ну в общем много интересного но об этом дальше начнем с экзотики смотрите сразу у каждого экзотического оружия destiny 2 будет свой вариант вариант абсолют имеется ввиду начнем просто с холодного сердца это как пример сделано обратить внимание тут нету ранга pvp pve тут сразу затачивается да наверное все враги будут учитываться если вы играете холодным сердцем в pvp pve все будут записываться в этот счетчик пошли дальше обратить внимание то есть тут у нас побеждено врагов мне чтобы открыть абсолют не нужны ядра да то есть мне надо выполнить определенные условия изначально я думал что надо будет ядра нет я ошибался смотрите помимо этого вот тут пишет улучшить каждый экзотик нужно один раз то есть вы можете улучшить на варлыки и на титане на охотники вам это будет открыто прогресс заданий для экзотиков абсолют останется неизменным то есть если вы сломали случайно старое оружие новое у вас с теми же самыми прогрессом имеется ввиду задание будет отображаться лишь на экране информации оружия не будет никакого задания в инвентаре не все экзотик абсолютно будут доступны в третьем сезоне имейте ввиду кстати мы не будем публиковать руководство по получению абсолютов для экзотического оружия то есть если вы хотите что-то достичь вам придется достичь это самому напомню абсолют экзотика будет давать также выбивание всяких сферок да иметь ввиду разных размеров с мобов как это по примеру легендарного абсолют оружия поехали дальше также нужно отметить три оружия буксировочная пушка жесткого света и северный сень то есть снайперка автомат и пушка что они дают у нас третьем сезоне эти ролики вы можете найти в моей группе в контакте либо на официальном сайте смотрите насчет буксировочной пушки я считаю она будет актуальна только пустотным варлоком почему смотрите то есть она будет вешать пустотный дебаф что касается титана пустотный дебаф это такое да и охотника а вот у варлока это сверхновая поэтому возможно она будет актуальна именно пустотных варлоков пошли теперь к жесткому свету что же тут будет такое смотрите то есть он стреляет по энергощитам перезаряжается и начинает стрелять пустотный щит да что это будет как работать вам больше не надо будет лезть к себе в инвентарь и переключать оружие долгая перезарядка переключает вашу энергию то есть вы видите энергощит сняли перезарядились у вас пустотное оружие да теперь очень удобно на самом деле в тоже в том же сумеречном налете престиж например удобный автомат будет но и по поводу северного сияния это достаточно жесткое оружие будет она будет убивать с одного выстрела но вы должны выполнить определенные условия у этого товарища огненный урон до на снайперской винтовки обратить внимание он убивает варлока в ульте и теперь у него идет двойной урон и он убивает каждого противника просто с первой пули соответственно вам надо убить своим уроном то есть у вас пустотный урон вы убиваете данной винтовкой именно в ульте пустотного титана у вас дается двойной урон и вы начинаете стрелять до перезарядки да то есть как у вас закончится патрон или убийство вас это будет модификатор действовать очень сложно да но при этом вы можете наносить двойной урон и до один выстрел один труп сложно но для задротов снайперской винтовки будет очень актуально но напомню вы должны убить этой винтовкой только тех кто вашей энергии да то есть если варлок использует ульту вы убиваете варлока огненным своим оружием и у вас идет двойной урон сложно но реально поехали к следующим новостям также они хотят поддержать игроков-одиночек в пвп обратите внимание мы вносим кое-какие изменения которые повысит шансы игроков-одиночек на победу даже если они вынуждены сражаться с боевой группы что же это за шансы такие теперь во внимание принимается не обычный показатель опыта игроков в боевых группах а измененный показатель который учитывает размер боевой группы чем больше группа тем значительно будет изменен показатель то есть они не хотят свести конечно показатели боевой группы на нет ну как я понял вот когда вы играете за какой-то ранг да то показатель вас будет ниже если вы играете группы то есть если вы выиграли одиночка это допустим 30 очков то если вы выиграли группой то это 15 очков на самом деле мне кажется никак не остановит также нужно сказать что возвращается у нас 1 мая по 8 мая то есть до выхода патча железное знамя последнее железное знамя она будет в режиме контроль и также будет 6 на 6 пошли последний ну и напоследок а самым-самым вкусным по поводу pvp ранги система награды уникальные вещи ваши ранги страж удаль отвага героизм величие легенда далее по поводу доблести и славы доблесть в двух словах чем больше вы играете тем больше ваш прогресс что касается в общей сложности то есть если вы выиграли ничего страшного да у вас повысилось больше проиграли то же самое у вас ничего не понижается слова же это более ценный ресурс то есть если вы выиграли ваш рейтинг повысился проиграли будьте здоровы и откатывайтесь назад то есть именно вот это ваш рейтинг и есть ваша эффективность по поводу того что будут давать за это героизм то есть это четвертая ставить славы вы получите палаш редикса один раз всего да то есть если вы упали второй раз опять поднялись ничего вам не дадут так что это оружие уникальное на третий сезон возможно что-то введут еще на третий сезон третий сезон у нас будет с мая по сентябрь на данный момент примерно так смотрите где вы за получите доблесть быстрая игра стычка house все только в этих слова только состязательная игра обратить внимание железка и испытание 9 идут мимо то есть это уникальные pvp события они проходят мимо горнила только слава состязательная только доблесть быстрая стычка house все и нигде иначе далее в двух словах еще чтобы повториться значит доблесть максимальное количество ранговых очков 2000 вы их можете обнулять кстати за чем больше вы обнулить и тем лучше там награда будет бонусные очки за серию побед да может быть обнулен как только достигнут ну и плюс обнуляется каждый сезон понятное дело награды виде украшения эмблем оружия чтобы зарабатывать некоторые награды требуется вот о чем я говорил несколько раз чтобы вы обнулили 2000 достигли обнулили 2000 достигли обнулили можно зарабатывать в быстрой игре стычки house и только там по поводу славы максимальные ранговые 5 500 бонус на очки за серию побед понижение ранга за серию поражений каждую неделю игроки получать бонусные очки к рангу то есть если вы заходите там каждую неделю и выполняете по три победы до или там по 3 подражения вообще по три игры вместе вы получите бонусные очки а блин обнуляется каждый сезон награды виде украшений понятное дело уникальное сезонное оружие до при героизме имейте ввиду то есть вам надо достичь четвертой стадии вам придется попотеть чтобы туда попасть я думаю все таки 4 стадии это как сейчас что-то вроде платины и даймонда да то есть платины и алмаза ну вот у меня алмаз это наверное пятая стадия далее идет топ 500 до топ 500 это уже именно легенда но я не знаю как это будет работать но думаю примерно так же вот украшение сезонного оружия могут получить игрокой игроки с рангом легенды то есть это вообще отдельная каста то есть если вы получили легенду все это увидят да и при том достичь этого будет архи сложно может быть даже невозможно и по поводу читов вы планируете обеспечить честную игру горнили обновление 120 включат себя в нам обновленную систему безопасности которая призвана следить за порядком на аренах мы внесли изменения которые показались нам необходимыми чтобы в горниле приносили горнил нам приносило больше удовольствия в общем вот такие изменения очень крутые в плане pvp на этом у меня все пишите свои мнения под видео спасибо что смотрели подписывайтесь на группу на канал всех благ друзья